ебать это что такое ой боже короче блять я думал меня наёбывают вроде как бы первые три тяги прошли норм но четвертое уебала пиздец в принципе а хули блять это же обзор табака хай прим хай прим давно тебя не было в этой студии у ребяток все поменялось у ребяток появились новинки ребятки сделали что-то годное помимо своей крутой упаковки скажем так да ладно пизжу их красная линейка а именно легкая линейка которая у них была она была пиздатая черная была крепкая но сейчас ребята сделали три вкуса это джон вик это пим и это хасла три вкуса они отличаются тем что где название у них ничего нет никакой обводки ничего и это без аромка джон вик ты от него нахуй отлетаешь я просто попробую сейчас к нему прикасаться главное чтоб я не жёг свои опять голосовые с класс связки и опять блять не остался без голоса пимп более-менее хорошо и хасла прям приятненько круто но джон вик для ребят походу из новосибирска которые курят на пяти углях на фольге я это знаю наверно там до сих пор так курят это для них наверно просто табачное золото про них мы поговорим чуть попозже также у ребяток появились такие вкусы как малиновая гранита я ее попробовал малина отдает но граниту прям так ярко не прочувствовал не то чтобы не прочувствовал она появляется но что это такое в плане именно табака я не понял как она себя проявляет и непонятно дынный чизкейк просто что-то магическое что-то интересное мне это очень понравилось дачная смородина вот смородинку я люблю но в хайпе в хай приме она мне не зашла хоть она тоже в красной линейке а вот такие наверно блять дава как ты понимаешь где черная линейка а где красная если раньше как-то у хай прима это было более-менее заметно потому что красная банка красная пачка это у нас что легкая черная банка черный кита пометки это крепкая то сейчас ребятки сделали текстурный логотип чик и он отражает либо красным либо черным вот так вот и понимая особенно когда это стоит все при более-менее плохом цвете да когда вот прям вот не супер ярко то они в принципе не отличимые ягодный джем такой вкус тоже мне понравился но вот чего-то прям вот ягодно джема в нем нет пойдет пойдет гранатовый чай ну гранат вообще очень сложно мне кажется сделать потому что он постоянно отдает как будто что-то бодяжит как будто блять какая-то алкашка вот грант знаете когда гранат вот начинает быть бродить а вот это примером забродивший гранатовый чай и конечно же конечно же конечно же ягодный микс вроде как мне кажется что ягодный микс это старый вкус и у хайпа он был правда я уже не помню но стопу доводую что ягодный микс у них был либо что-то похожее потому что я его когда прокуривала я понимал что что такое я уже от хайпа курил ладненько ребятки с богом погнали взрывать джон вика на углях и на фольге не сказать что прям ты кашляешь для блевот до до блевоты но он прям очень осаживает но сейчас он вроде как-то немного притёрся что ли к температуре немного чуть-чуть сбавил блять своих оборотов и его стало приятнее курить намного за что я всегда любил хайп это за их это за их дымность это что он хорошо держит температуру и я как понимаю что вот это идет просто нахуй вот эта вся аромка сладенькая ягодная идет нахуй потому что у нас есть без аромка а джона вика я взрываю первый раз но я прокурил а получается пимп пимп майорайт сутенерская тема и хасла охуенный без аромка у ребят получилось просто магическое учитывая то что они не супер спецы в производстве там супер не аромленных каких-то сигарных продуктов на основе сигарных листов да там как бонж сатир вто но у ребят получилось сделать что-то реально приятное и что прям реально интересно покурить именно без аромки да и вообще в последнее время вечерочком на улице прямо на без аром очку тянет и ребята из хайприма как будто знали и сделали вот это но сучий джон вик что фильме блять он был кем же он там был бабайгой бля вот реально это вкус бабайги мне кажется только бабайга может его нормально вытягивать на четырех больших углях но мне сложновато это не то чтобы тяжело ребят как вы видите я прям не кашля это не то что тяжелой не то что там прям рвет горло это реально крепко это прям 10 из 10 прям бьет в голову я вот сейчас так подтянулся и у меня так же голова не походу я этот обзор сейчас буду продолжать также курить я просто не дотяну короче прикольные у них пачечки 40 граммов очки по прайсу тоже очень здорово все акцизная маркированная скорее всего где-то здесь должна быть маркировка хорошо вообще ребята из хайприма довольно таки давно уже на рынке и я не понимаю что не так почему хайприма нигде нет почему напишите в комментариях он не получил такую массу смотрите просто какие упаковки здесь есть и я и славика вроде там подрисовали есть и кирилл гущенко и илкин шофиев конечно же саша ну а хули что не так с этим продуктом а ребята из хайприма я знаю вы сейчас смотрите этот выпуск зашлите мне еще хаслы и конечно же пимпа почему потому что это охуенно бабайгу джона вика тоже нахуй это не мой уровень я уже блять пенсионер старый я просто не вытягиваю здорово эмоции у меня сейчас очень много эмоций от без аромки что в принципе бывает очень редко чтобы курил без аромку даже если она при меня просто поваливает я такой ебать охуенно круто здорово весело ох как круто и наверно давайте все таки вернемся к этим вкусом и кто же прокуривала но здесь уже так поменьше эмоций и так сказать что у нас внутри у нас внутри как всегда два пакетика это наверное хайпримовская тема два пакетика по 20 грамм на самом деле очень удобно ты берешь чашку берешь вкус забиваешь его и выкидываешь и у тебя остаток остается все равно запечатанный и вот ты взял два вкуса берешь следующий вкус также покурил его в чистую посмотрел как все это курица какая у него аромка деградация где он проваливается где чё тоже скурил и вот эти два слова кружится и вот эти два вкуса ты потом мешаешь получаешь миксок что очень здорово это круто это охуенная идея я вам скажу так это не новиночка от компании хайприма это еще делала компания шиша кто помнит да это погарская фабрика и они выпускали свой продукт и в нем было два пакетика по 30 грамм вроде бы да по что пачка была 60 грамм вроде у шиши и было два пакетика по 30 грамм короче не буду заебывать вас очень долго потому что у нас уже вот завтра фестиваль вы смотрите этот видос ребят на фестивале не будет очень жаль потому что пимп хасла и джон вик вы прям обязаны попробовать поэтому кто с новосибирска вам очень повезло что у вас появилась хайпримовская без арома это очень здорово и я думаю что другие магазины тоже должны сейчас написать хайприму и сказать ребятка давайте-ка ваши три без аром очки надо прогнать по людям я думаю можно как-то все это организовать но люди должны это покурить это очень прикольно получилось это был до воды всем хорошего фестиваля